Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь на кушетку. Директор Самарского трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов на личном примере показывает своим сотрудникам. Прививки делают нужно. В медкабинете троллейбусного депо номер 2 медики начали проводить вакцинацию от гриппа и коронавируса. Процедура организована без отрыва от производства, что удобно для работников. Это абсолютно добровольно, никакого такого метода кнута нет. Всем сказали, все взрослые люди, ну хочешь болеть, скажем так, твое право. Хочешь, делай, делай. Любое время там можно подойти, пришел и сделал вакцинацию. Медики из 15-й городской поликлиники приезжают в троллейбусное депо номер 2 третий год подряд. Вся процедура вакцинации занимает не более пяти минут. Поэтому сотрудники могут сделать укол в перерыве, не тратя время на поездку в медучреждение. Медсестры говорят, что сотрудники ТТУ люди мужественные и уколов не боятся. Человек приходит, опрашивается, спрашиваем температуру, измеряем температуру, сатурацию. Опрашиваем, есть ли жалобы у пациента на данный момент, чтобы не было противопоказаний. Сегодня на предприятии привезли несколько десятков доз вакцин от гриппа и ковида. Этой осенью прививки от гриппа сделали уже более 500 сотрудников ТТУ. Это слесари, мастера, инженерно-технические работники, водители и кондукторы. Эти люди все время в контакте, у них есть риск стать переносчиками, извините, каких-то инфекций. Поэтому, конечно, надо защищать себя, конечно, надо защищать окружающих. Обязаловки у нас никакой нету, там нигде не написано, законом не закреплено, что каждый должен делать эту прививку. Но, тем не менее, мы ведем разъяснительную работу, объясняем, поясняем. С собственным поведением пример показываем, что прививки эти делать надо. И мы видим, что значительная часть работников идет навстречу, понимает. Водители и кондукторы ежедневно находятся среди сотен людей, пассажиров общественного транспорта. Поэтому вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа проходят, не сомневаясь. Во время работы мы контактируем с большим количеством людей и хотим себя обезопасить. И пассажиров также приезжает с нами в большем количестве, приходит, также в трамваях ездит. Мы хотим себя обезопасить. Погода у нас сейчас такая, чтобы не болеть и других не заражать. Для себя безопасность. Пройдет некоторое время после прививки от гриппа и приду снова делать от ковида. После прививки медперсонал дает пациентам рекомендации. Главное – в первый день не растирать место укола. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.